В эфире телеканала СВОЙ ТВ программу Актуальное интервью. С вами Лена Евдокимова. Здравствуйте. В этом выпуске говорим о коллективе, который сочетает в себе не только творчество, но и всю культуру, которая есть в нашем многонациональном крае. Это государственный казачий ансамбль песни и танца Ставрополье. О выступлениях и гастролях в 2024 году нам расскажут заслуженный артист России, заместитель директора по общим вопросам Юрий Зель и почетный работник культуры Ставропольского края, исполняющий обязанности заместителя директора по связям с общественностью Светлана Закарецкая. Юрий Иванович, Светлана Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Радуетесь сегодня в студии. Начнем с яркого события для вашего коллектива. Это день рождения, который отпраздновали 11 февраля, 43 года, уже взрослый коллектив. Ну расскажите, как же отпраздновали? Вроде бы много 43, да, в то же время еще есть к чему стремиться, как коллектив творческий всегда нет предела совершенства, что мы и делали в день рождения. То есть никаких у нас пышных торжеств не было, ничего праздничного, никаких мероприятий мы не проводили. Все буднично очень даже мы готовимся к концерту в ближайшее время, который состоится в Театре драмы имени Лермонтова. С программой «Славный вспышный быстрый терек». Это название происходит из песни, которая прозвучит впервые на этом концерте. И помимо этой будет еще премьера, поэтому будем рады видеть нашего старопольского зрителя на нашем сольном концерте в ближайшее время. А где же дебют пройдет? В Театре драмы имени Лермонтова. Отлично. Программа будет очень насыщенная нашего концерта. Еще раз повторю, это «Славный вспышный быстрый терек». Замечательная композиция, которая была записана в 70-х годах известными специалистами по фольклору краевыми. И на нашей сцене она живет в новых красках. Очень интересная вещь. Она будет исполняться без музыкального сопровождения. Это такой сюрприз и подарок нашим зрителям и ценителям нашего творчества. Еще одна очень интересная вещь прозвучит в исполнении нашего знаменитого хора. Это композиция «Не орел над облаками». Очень интересная история этого произведения, потому что оно было также записано в Чеченской Республике. Тоже нашими ставропольскими специалистами. И ранее это произведение входило в популярный, специалисты знают об этом сборнике, в популярный сборник маршей Михаила Колотилина, издательства 1900 года. И эта песня была очень популярна у терпского казачества. Они перепели эту маршевую песню на свой манер. И наши специалисты преподнесут зрителям еще один сюрприз. И эта песня будет звучать в нашем сольном концерте. Что еще интересного? Мы не могли обойти тему Великой Отечественной войны, потому что вообще этот концерт свой сольный, февральский, мы посвятим, конечно же, Дню Защитника Отечества. И мы посвятили знаменитым кавалеристам Льва Даватора новую хореографическую постановку «Доваторцы». Это будет тоже премьера. Еще одна, можно сказать, премьера, потому что любители нашего творчества помнят эту постановку. Она называется «Наурская». И сегодня, спустя 8 лет, она восстановлена. И снова она в новых красках предстанет перед зрителями. Это все в рамках одной программы? Или это вы несколько анонсировали программы? Нет, это все в рамках одного концерта премьерного. Славный, вспышный, быстрый терек. Вы по максимуму, конечно, зарядили интересом и наших зрителей, и меня в том числе. И, конечно, обязательно стоит прийти, чтобы увидеть все это вживую, а не только услышать. 2024 год начался не так давно, конечно, всего два месяца прошло. Но все же, в каких же мероприятиях городских или краевых вы уже принимали участие? По традиции мы принимаем участие ежегодно в фестивале-конкурсе патриотической песни «Солдатский конверт», который в ближайшем будущем пройдет гала-концерт краевого отборочного этапа, пройдет во Дворце детского творчества, где примут участие наши победители, солисты ансамбля. Кроме фестиваля «Солдатский конверт» в этом году, наши власти объявили о возвращении на экран телепроекта «У меня есть голос», где с удовольствием наша молодежная группа «Арт-став-шоу» будет принимать участие в качестве поддержки. Балетная группа для участников отборочных этапов, ну и также гала-концерта. Вы уже сказали о своем репертуаре. Что же из этого будет направлено на текущий год, объявленный президентом Российской Федерации, годом семьи? Вы знаете, наш репертуар уникален. Уникален в том отношении, что казачий фольклор, он в принципе через него красной нитью проходит любовь к отечеству, семейные традиции, очень серьезные семейные традиции. Поэтому мы можем смело сказать, что мы готовы к году семьи. Потому что у нас особенный репертуар. Но в качестве примера могу привести, допустим, очень популярный музыкальный спектакль для детей «Проводы казака на службу». В этом спектакле конвой такой, проходят семейные отношения, как семья собирается вся вместе, готовит, провожает своего юного казака в первый раз на службу. И вот эти вот через песни, танцы, обрядность мы доносим семейные ценности. И казачий фольклор, он в этом уникален. У него замечательные такие педагогические возможности, которые мы стараемся привнести в своей работе, особенно в работе с детьми. В 2023 году на ВДНХ, на выставке в форуме «Россия», в день региона 9 декабря, в день Ставропольского края, государственный казачий ансамбль песни и танцев Ставрополя в центре культурных событий, в центре павильона, представил казачью свадьбу, где принимала участие настоящая семья. И по старинным обрядам и казачьим традициям мы показали совместно с артистами академического театра драмы имени Лермонтова этот уникальный обряд. И зрители до последнего момента не понимали, что это настоящая свадьба до тех пор, пока не вышел на сцену настоящий регистратор. И Владимир Владимирович Владимиров лично поздравлял семью. Вот такое, знаете, как говорится, в преддверии года семьи мы в день региона Ставропольского края на ВДНХ показали такую очень интересную, очень много людей было, не было места даже стоя, встать, посмотреть, пришли на наш, именно в день Ставропольского края посмотреть и поддержать, и увидеть, и прикоснуться к живьем, да, и каково было удивление. К традиции. Да, настоящая свадьба на сцене, представляете, то есть и жених с невестой проходили через все эти испытания, они были в традиционных костюмах, ну, люди, конечно, во-первых, для ребят это было, конечно же, настоящим испытанием, ну, и я думаю, что это на всю жизнь запомнится. А для зрителей и гостей столицы нашей Москвы, и это было, конечно, действительно уникальным событием. В принципе, настолько сейчас время быстро бежит вперед, что показать какие-то традиции, да, которые были раньше, это кажется чем-то новым, чем-то оригинальным и неповторимым. И, в принципе, вот эта традиция семейная, которая есть именно в казачестве, она, наверное, во всех вот ваших номерах, да, вот каким-то лейтмотивом все равно проходит. Потому что, да, это вот такое, наверное, основа вот казачьих традиций. Это семья, семейные традиции, ценности. Да, семья, любовь к семье, крепкие узы в семье, любовь к отечеству. Это девиз. Это прослеживается, вы знаете, вот я сейчас задумался о репертуаре нашем. Это вот добрая часть нашего репертуара и вокального, и танцевального, где отношения между казаком с казачкой, и где и лирические такие, драматические достаточно, и где шуточные, понимаете, то есть вот такие повседневно бытовые, да. И это, ну, вот в любом номере нашего репертуара можно увидеть. Да, мы это проследим, да. И, как известно, помимо казачьей культуры, вы также показываете и другие этнические особенности вот нашего многонационального Старопольского края, и всегда вы это делаете с большой точностью. Вот расскажите, как же происходит подготовка к созданию композиции? Вот что вы прям как исторически показываете, а не только творчески? Ну, вообще, на сегодняшний момент взаимоотношения народной культуры и профессионального искусства очень актуальны. Почему? Потому что уходит среда бытования фольклора, уходят люди, носители этого старого фольклора, и большая обязанность ложиться на плечи профессиональных коллективов, которые, вот такой коллектив, как мы, мы не просто выносим на сцену фольклор, мы его еще и собираем, мы являемся собирателями уникального фольклора, богатейшего фольклора Старопольского края. Вот, в доказательство этому изданы нами сборники песен. Их уже три. Последний сборник песни Станицы Баклановской Старопольского края вообще был удостоен премии губернатора Старопольского края. Он очень популярен, он очень популярен среди самодеятельных коллективов, потому что там расшифровки, нотный материал, диски. Это очень серьезная работа. Мы к этому очень серьезно относимся. В принципе, это даже наша уставная деятельность, что мы должны сохранять и популяризировать казачий фольклор, казачье искусство. И мы выполняем эту миссию. То есть вы еще экспедиции проводите, правильно я понимаю? К счастью, еще остались такие люди у нас, пожилые наши, дай бог им здоровья. Они могут напеть. Наш специалист специально записывает это все, потом перекладывает на ноты. И вот эти научные работы, помимо этих книг научных, вот что можно считать научной работой, востребованы среди специалистов как дошкольных, как школьных музыкальных учреждений, так и профессиональных. Вот. И для того, чтобы было зрителю более интересно, мы в социальных сетях наших ведем рубрику такую. Наши от истоков на профессиональную сцену. Где специалисты монтируют запись исконную такую, знаете, исконную, где наши предки поют песню. И уже переходящая в профессионально-сценический, законченный материал уже в исполнении госансамбля. То есть вот такое прослеживается, знаете, как от истоков. Преемственность. И что очень важно, насколько наши специалисты бережно относятся к вот этому фольклору, который они получили. И они бережно-бережно обработали его и вынесли на сцену. Это тоже важно. Сохранить историчность этого материала. Это тоже высокий профессионализм. Да, то есть не просто взять за основу сюжет, да? А именно отобразить полностью во всех деталях. Да, перенести аккуратно, профессионально. С элементами костюма этих времен. Напевность музыки, мелодию. Сохраняя мелодию оригинальную, ее обрабатывают уже до профессионально законченного произведения. И выносим мы ее на профессиональную сцену для суда зрителей наших добрых. А какими же вы можете поделиться достижениями или самыми большими, крупными выступлениями за 23-й, может быть, уже даже 24-й год? Самые крупные, ну, наверное, это все-таки федеральный проект, инициатором которым был Владимир Владимирович Путин. Это федеральный проект, Росконцерт «Мы – Россия» и «Большие гастроли». То есть единый гастрольный план, который был воссоздан с 2021 года, в котором мы приняли участие в прошлом году, и в этом году мы запланировали гастроли, которые нам подтвердили. Это, наверное, самый такой яркий проект. Именно вот если говорить о федеральных программах и проектах, это были гастроли у нас Белгородскую, Воронежскую, Курскую и Орловскую области в октябре 2023 года. В рамках этого проекта мы привлекли федеральные средства в бюджет края, и с успехом мы отработали эти гастроли и подали заявку на 2024 год, которую нам уже одобрил Росконцерт. Такие регионы, как Республика Татарстан, Самарская, Саратовская, Волгоградская и Ростовская области. Гастроли состоятся в рамках этого проекта с сентября-октября 2024 года. А сколько, в принципе, проект будет длиться? Ну, он включает в себя десятки государственных ансамблей, песней танца, государственных оркестров и ансамблей танца из разных регионов. И он, естественно, в течение года длится. На следующий год уже новые заявки, новые маршруты. И целью его, этого проекта, является популяризация культуры, допустим, региона нашего в другие регионы нашей большой страны. Светлана Николаевна, какие еще есть достижения? Знаю, что есть чем поделиться. Есть чем поделиться. Мы в прошлом году провели, в ноябре провели первый свой конкурс. Посвятили мы его памяти нашего дорогого руководителя Ивана Ивановича Громакова, который на протяжении 30 лет возглавлял ансамбль. И, в принципе, с его именем связаны все серьезные достижения коллектива. Мы посвятили это ему. И конкурс называется «Восхождение к истокам». Мы не ожидали, что конкурс будет столь популярен. Мы получили очень много заявок. Очень много заявок. Около 200 заявок. Нам пришлось сделать отборочный этап. И сам конкурс символично прошел в день рождения Ивана Ивановича. Конкурс прошел, как отметили участники, на очень высоком уровне. Мы теперь делаем этот конкурс ежегодным. И в следующем году мы в ноябре месяце также будем проводить этот конкурс. Для нас это большое достижение. Потому что это наша первая ласточка. И этот проект нам удался. Мы окрылены. И будем дальше работать с этим. Конкурс был по направлениям и песни, и танца. Народное творчество. Народное творчество. Под названием «Восхождение к истокам». Кроме того, что мы теперь учредили свой собственный конкурс, мы, конечно же, принимаем самостоятельно в конкурсах, которые считаем для себя по уровню профессиональному. На данный момент у нас, скажем так, в проекте лежит участие в конкурсе хореографов, профессиональных артистов балета, который проходит раз в три года под эгидой Росконцерта. В этом году он проходит в республике Мариэл, в Йошкар-Оле, в апреле месяце, 24-го года, на который мы будем подавать заявку четверых наших солистов, артистов балета. Надеемся, что они пройдут отборочный этап и поедут участвовать уже, бороться там за места. Да, вот вы верно отметили, действительно, что уже такого уровня высокого вы достигли, что тяжело найти именно конкурс, да, подобающего уровня, действительно. В прошлом году и в этом году тоже и позапрошлом ежегодно проходит конкурс «Казачий круг» под кураторством, под покровительством, можно так сказать, Надежды Георгиевны Бабкиной, в котором мы принимаем участие не как участники, а как приглашенные гости. Вот в ноябре месяце мы приезжали, поддерживали коллектив из Старопольского края наш, вот, уже как бы, ну, не принимая, конечно же, участия. То есть, поскольку коллективы соревнуются из разных регионов, казачьих регионов именно нашей страны, это, конечно же, любительские, полупрофессиональные, самодеятельные коллективы детские, вот, мы как бы не можем и нечестно. Но планку задаем. Да. В своем выступлении. Планку задаете и прославляете наш Старопольский край. Да, конечно, обязательно, мы всегда, мы всегда везде с нашим флагом, с нашим гербом, с нашим гимном. Наши автобусы как выглядят, Юрий Иванович? Да, автобусы при поддержке Владимира Владимировича Владимирова. Мы в прошлом году получили два новых автобуса, которые, борта которого раскрашены в наши цвета, в наши логотипы и логотипы края, и которые выезжают за пределы, и, естественно, видят, кто приехал. Ставрополь едет. Да. Да. Вот как раз вы уже сказали о поддержке вашего коллектива. Вот расскажите подробнее, какую же поддержку вам оказывает как правительство, так и Министерство культуры Ставропольского края? В рамках проекта «Культура Ставрополя» и национального проекта «Культура» мы получаем субсидии на пошив костюмов. Ежегодно мы обновляем свою костюмерную, сохраняя при этом, чтобы немножечко не уйти за рамки традиционного казачьего костюма, чтобы это было... Соответствовало, соответствовало, да, и историческому образу, вот, и как мужские, так и женские. Вот, серьезная поддержка мы получаем, вот, и обновляем костюмерную. Также у нас есть поддержка нашего Министерства культуры Ставропольского края, оплачиваемое жилье иногородним артистам. То есть у нас артисты в ансамбле, кроме Ставропольских, есть еще и из других регионов ребята, которые не имеют жилье собственного здесь. Мы оплачиваем съемное жилье в рамках поддержки Министерства культуры. — Отлично. Вот как раз подробнее хочу поговорить о вашем коллективе. Расскажите, кто же эти жемчужины, кто является участниками вашего коллектива? — Участники наши самые лучшие, самые замечательные, мы их всех очень любим. — Талантливые, очень талантливые. — Да, и с разных регионов, конечно же, большая часть, конечно же, это Ставропольские ребята, как из города Ставрополь, так и из Ставропольского края. Ну и есть, конечно же, у нас Краснодарский края, Ростовская область, другие регионы. С Московской области девочка у нас, с Татарстана и с Волгограда, из Астрахани. То есть ребята с разных регионов приезжают к нам, влюбляясь в репертуар, влюбляясь в город. В наш невозможно не влюбиться. И с удовольствием работают здесь, и прославляют наш Ставропольский край. — Какие требования есть к артистам? — Профессиональные, самое главное. Профессиональные, чтобы это было, конечно же, если человек уже состоявшийся, это образование профильное, музыкальное, вокальное или хореографическое, конечно же. Если же это студент, то мы помогаем в наше учебное заведение поступить. Если нет профильного образования, то, чтобы обязательно было, это наш Ставропольский колледж искусств, педагогический институт, факультет искусств. — То есть обязательно только уже с дипломом стоит приходить? — Ну, конечно. Это как бы главное требование. — Как часто набор, в принципе, проходит в коллективы? — Ну да, постоянно. У нас нет определенного графика такого, что вот в это время мы набираем. Нет, если нам нравится человек, мы сами можем пригласить. Мы увидели где-то в другом регионе, можем пригласить. Если человек заинтересует, он приедет. — И ограничений по количеству тоже нету или все-таки есть? — Участников? — Да, да. — На данный момент у нас 157 сотрудников ансамбля, включая артистический персонал, художественный, административный. Из них порядка 110 человек артистический персонал. Это основные наши группы музыкальная, вокальная, хореографическая. И наша уже состоявшаяся большая группа, о которой мы гордимся, тоже это «Артставшоу», которое с успехом вот они создали новый музыкальный спектакль новогодний «Сказки водит хоровод», который прошел с успехом в декабре. Чем он отличается? Тем, что мы сделали его мобильный. Так как мы коллектив гастрольный, мы его продемонстрировали уже в крае, в городах и селах нашего края, также в Северной Осетии, в городе Моздок. Также они создали музыкальный спектакль «Память поколений», который военно-патриотического характера, который несет в себе военно-патриотическое воспитание молодежи нашей. Который проходит у нас как в городе Ставрополье, в школах, в учебных заведениях, так и в крае. Тоже для нашей молодежи. Вот говоря о молодежи, хорошо, что вы об этом сказали. Пушкинская карта, я знаю, вы являетесь активным участником данной программы. Все ли ваши выступления включены в эту программу? Фактически все. Все мероприятия, которые по билетам, все мы подключаем, запрос делаем в «Прокультура» РФ. Да, российский сайт. Да, и получаем подтверждение, и наша молодежь имеет возможность купить билет в рамках проекта «Пушкинская карта», который себя зарекомендовал только с лучшей стороны. На данный момент мы порядка 9 тысяч билетов продали по «Пушкинской карте», и проект продолжается. Хочу поговорить о вашей гастрольной программе. Вы уже анонсировали ее правильно, или это другая программа? Нет, это будет гастрольная программа. Славный вспышный быстрый терек. По каким же городам они пройдут, уже известно? Конечно, некий план у нас уже сформирован. Ну, значит, первый выезд дальний, это будет, значит, правда не в рамках проекта этой программы, а это будет Севастополь, город Севастополь, это в рамках празднования десятилетия Крымской весны. Следом за Севастополь мы запланировали гастроли в Ростове, Ростовской области, Белгородской и Воронежской области в апрель месяце. То есть это вот та программа, которая будет сейчас представлена Ставропольскому зрителю, она будет, поедет и по городам России. Кроме того, летом мы запланировали несколько городов Черноморского побережья, это Новороссийск, Келенджик, Анапа, тоже с этой же программой. И по традиции уже ежегодно в Республику Крым мы выезжаем в этом году, в августе месяце, тоже с этой программой. Осенью, осенью 24-го года, как я сказал ранее, в рамках проекта «Мы – Россия», мы везем программу «Едут терцы-казаки». Каждый год гастрольные программы у вас обновляются или же все-таки есть какая-то преемственность с года в год? Конечно, они обновляются, потому что мы, наш зритель нас знает. И, конечно, если мы едем в один и тот же регион несколько раз, допустим, или каждый год, естественно, мы везем в этот регион новую программу. То есть, если, допустим, Белгородская область уже видела «Едут терцы-казаки», то теперь туда поедет славный, вспышный, быстрый терек. За нашим творчеством наши зрители, наш зритель следит, и мы стараемся его радовать и не повторяться. Отлично. Вот я верю, что мы не успели, конечно, поговорить о всей вашей деятельности, но, к сожалению, мы ограничены. Елена Ивановна Чистанна Николаевна, я вас благодарю, что вы сегодня нашли время прийти к нам и рассказать, как же устроен ваш ансамбль, как вы прославляете наш край, как вы сохраняете всю нашу культуру и как трепетно вы к этому относитесь. Благодарю вас. Спасибо большое. Друзья, и, как всегда, до встречи в эфире актуального интервью и оставайтесь на своем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова